Думаю, каждый из нас сталкивался с такой проблемой. Идёшь фармить ресурсы, и хочется же взять всего и побольше, верно? Верно. Но карманы не бесконечные. И даже после того, как мы найдём торговца и купим у него пояс Мегинг Йорд, ситуация особо краше не становится. Конечно, в разы легче, но не совсем. Разработчиками было придумано некое транспортное средство. Называется она повозка. Но как по мне, у этой повозки есть два больших минуса. Во-первых, это надо таскать её самому. И во-вторых, чем она тяжелее, тем медленнее мы её будем перевозить. Всем привет, дорогие друзья. Вы на канале Дед Сергей. И в этом видео я расскажу, как можно с помощью мода запрягать животных в повозку, чтобы освободить наши с тобой руки и таскать в 2, а то и в 3 раза больше ресурсов. Переходим на сайт, ссылка в комментариях. И здесь мы с тобой должны скачать мод. Называется он Вьючные звери. Какие особенности он добавляет в игру? Тележка прикрепляется к животному, взаимодействуя с ручками тележки, когда он находится близко к животному. Прирученным кабанам теперь можно приказывать следовать за игроком. Животные могут тянуть более тяжелые тележки, чем игрок. Более крупные животные могут тянуть более тяжелые тележки. Далее скачиваем мод, всё как обычно. Скачали и теперь перетаскиваем мод в специальную папку. Если вдруг ты устанавливаешь моды в первый раз, то вот видео в подсказочке сверху, там я подробно рассказываю, как правильно устанавливать моды. Возвращаемся в игру. И специально для видосика я приручил кабанчика и волчка. Пойдемте посмотрим, как это всё работает. То есть мы с тобой подманиваем кабанчика к телеге. Кабан, иди быстрей. Нажимаем юз и всё. То есть кабан за нами следует и соответственно тянет за собой тележку. Но кабанчик маленький, тележка тяжелая. Возможно волк справится с этим делом получше. Подходим, нажимаем юз. Всё, тележка отвалилась. Кабан, иди погуляй. Спасибо. Волчок, погнали со мной. Иди, иди, мой хороший, иди сюда. Ну да, сейчас ты будешь работать. Всё, колочку подцепили, пойдем посмотрим. По-моему волк тащит чуть быстрее. Ну это мой субъективный взгляд. Осталось у нас последнее животное. И последнее животное это быкозавр. Итак, иди ко мне, мой хороший. Сейчас попробуем запрячь его в телегу. Тихо, только не сломай её. Какой здоровяк, а. Бокозавр тащит на изи всё, что угодно. Так как в описании моды написано, что чем больше живка, тем легче и быстрее он тащит телегу. Ну, я бы не сказал, потому что он просто-напросто медленно ходит. Так что тут вопрос сомнительный. Напиши в комментариях, что думаешь. Какое животное более лучше подходит для перевоза телеги. Значит, давай попробуем. Давай попробуем, как справится маленький бокозаврик, который у нас буквально вчера родился. Если вдруг не знаешь, что быкозавры могут спариваться. Могут. Вот видео, как это сделать в подсказочке сверху. Пойдём, пойдём, пойдём. Не бойся. Тележка маленькая, тележка лёгкая. Так, нашему эксперименту мешают. Сейчас я по-быстрому это убью. Бывает и такое. Так, я вернулся. Давайте отомстим обидчику. Всё. Правда, сломал нашу тележку, так что давай сделаем её заново. Так, всё готово. Давай загрузим тележку. Так, и... Где-то здесь наш маленький лохинг. Иди-ка сюда. Опа. Вот, стой. Прикольно, работает. Итак, ну-ка, пойдём, лохинг. Ну вот, теперь мы с вами проверили всех животных, так что здесь уже выбор за тобой. Кого будешь запрягать в тележку, или же по старинке всё-таки будешь таскать её сам. Так как это сильно влияет на геймплей. А пока что на этом всё. Если видео понравилось, приходилось, то поставьте лайк. Если нравится канал, то подпишитесь на канал. Ну и всё, друзья. Всем пока-пока.